МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Называется, когда готовила с вдохновением и голодная. Мы сейчас отправляемся в японский район в Лос-Анджелесе и будем есть суши в настоящем японском месте. Это очень крипово. Кто-то оставил сумку с игрушкой. Прикиньте, кто-то выкинул. Я боюсь его трогать, но когда-то я его себе хотела купить. В Америке это просто выкидывают. Обычно ставят какие-то диваны, тумбочки, плиты. Здесь, пожалуйста. Коллекционная кукла. Что? Если бы я была похожа больше на свою бабушку, которая не чирает с таких вещей, может что-то подобрать с улицы и отреставлировать что-то, у меня есть долбанная мысль, что если ты что-то взял, за это надо заплатить. И, мало того, я боюсь брать чужие игрушки. Мне кажется, это безумно страшно. Серьезно, я не люблю побираться, поднимать деньги на улице и прочее, потому что я считаю, что это чужое, даже если кто-то потерял, даже если это моя удача, что я что-то нашла. Но мой аргумент очень весом. Я говорю, давай заберем, а если вам главное? Ну, то есть у меня как бы всегда такое. Если я что-то вижу на улице, кстати, один раз в детстве мы чуть так не напоролись. Слишком много информации, но серьезно, мы один раз шли, хотели купить газировку, увидели 10 рублей, и такие, ааа, 10 рублей, и, собственно, имя кто-то потерся. Ну, вот эти дикие дутысячные. Ну, может быть, там бомба? Или гаснули бомбу? Блин! Ой, ёп! У кого-то покрышка светела, я чуть не это, сама тут второе не оставила. А вот вам, пожалуйста, православная церковь. Какова вам, а? Потому что это все маленькая Армения. Туда же на русском языке написано, обалдеть. Это центр саентологии. Ё-моё! Еще здание, еще здание. Чему они там вообще как бы учат? У них есть сцена, где выступают. Надеюсь, там выступает Том Круз. Украинская католическая церковь. Здорово! Мы сейчас стояли в не самом лучшем районе, пришли копы, и я видела какого-то там чувака, но он благополучно ушел, и копы его ищут. Ё-моё! Какой-то отаступом случился. Я первый раз пообщалась, считайте, с копом. Хочется отойти немножко. Так выглядит маленькое Токио в Лос-Анджелесе. Сори, конечно, но это все будет на Ютьюбе. На рисунке лежит Буддатама. Хочу такого себе домой просто. Это туалетная бумага Буддатама, серьезно? Ну, это на самом деле не самый большой выбор, хотя вот эта прикольная штучка. Там вон жопка Буддатама, потому что он часть бургера. В некоторых бургерах и в санвичах бывает яйцо. Тоже Буддатамочка. А это, куда мы сейчас идем, есть то же самое. Пришло такое умозаключение, как бы думочка, о том, что почти все это время, находясь в Лос-Анджелесе, мы ели околоазиатскую еду, причем похоже на все-таки вот японскую. Рис, рыбу, постоянно ели роллы. Причем даже в буфетах, где очень дешманская еда, старались есть больше рыбы. Здесь она, конечно, не самая вкусная, намного лучше все равно того, что у нас есть в России. Короче, я скучаю по Японии, очень хочу туда и безумно хочу поесть хорошей рыбы. Косметический магазин. Вот, собственно, и не надо никуда ехать. Вот, вся Япония на ладошке. Все уже устали от этих пушистых кроликов. Предупреждаю вас, следующий тренд – пушистые ежики. Когда хочешь купить, но сам себе не позволяешь. Все продукты из Японии почти. Азиатское все. Мы теперь в поисках о Нигере. Не уверены, что они тут могут быть, но... Жаль, это реально есть. Мы их нашли. Пасочки. Я хочу все попробовать. Они Кири любимые. И еще одну возьмем Туну. Ребята, если все еще хотите увидеть видео, как я готовлю японские вкусняшки, лайкайте этот видос. Вот эти люди, которые приехали в Алэй. Просто. Куда тамочка? Моя любовь. Это что такое? Вот такое вот кафе. Прямо как в Японии. Это очень здорово. Просто выбираешь, ставишь и ешь. Единственное, жалко, что у них нет здесь отдельного кипятка, который выходит, знаете, отдельным кранчиком. И стоит всегда чай мачо. То есть ты их ложечку кидаешь, сразу заваришь себе чай, и он бесплатный. Вот здесь такого нет. Поэтому придется заказывать. И в целом еще здесь есть интерактивное менюшко. Сюда нужно скидывать тарелочки, и они будут засчитываться вверху на меню, что мы столько тарелок съели, потому что за одну тарелку 2,50 доллара. А вот и тот самый куда там они есть. Что происходит вообще, а? Что, серьезно? Мы 14 тарелок съели, нам приз. 15 тарелок, и жаробасам дается приз. Внутри лежали наклеечки суши. 15 тарелок, а чип. Ну что, вечер продолжается. Едем на Санта-Монику. Там должны быть какие-то классные всякие аттракционы. И в целом я хочу посмотреть закат, где-нибудь на побережье. Кажется, нам вот туда. А на мне самые мягкие тапочки. Я очень давно мечтала... Да, я это сделала. Я на пирсе в Санта-Монике. Здесь ветрено пахнет морем, соответственно, и напоминает побережье какой-то Анапки. Вот эти вот лавочки с сувенирами, бахлава, видать, трубочки. Прот-марио-кар. Мы решили зайти в воду-будку и сделать фотки странной на память. Вот это, смешно. Или вот это. Я очень хочу пойти на колесо обозрения. Кстати, я знаю, что на этом пирсе я снимала свой клип Йонсе. Клип назывался Эксо-эксо, если кто-то помнит. Я еще на эту штучку хочу. О, вот эта штука обожаю. У нас она, по-моему, назвала Змей Горыныч или как-то так. Хочу на колесо обозрения и на вот эту хреновину. Я очень надеюсь, что не будет совсем страшно, будет скорее весело, потому что все-таки там катаются дети. Классно, что это все на побережье, очень красивые виды могут быть. Это будет весело. Одна детвора туда идет, серьезно. И мы поедем. У нас такие были ракушки в парке моем, когда я росла. Ротск. Я готова. Причем я понимаю, что это детская горка, но так как я уже села, я вдруг начинаю паниковать. По-другому, мне всегда хочется, знаете, на каруселях еще сильнее это все зафиксировать, потому что, мне кажется, не до конца. Я, типа, быстро жду и вылечу. Ага. Крустная песня на заднем плане. Сели на колесо в Азине. Сели на колесо в Азине. Сели на колесо в Азине. В Азине. Субтитры сделал DimaTorzok